Здравствуйте уважаемые трейдеры и инвесторы и сегодня плановый брифинг для брокера Амаркетс. Вы уже привыкли, что по четвергам я демонстрирую все свои закрытые позиции, открытые и рассказываю о тех идеях, которые будут готовы к реализации. На прошлой неделе мы отбирали с вами сделки, кое-что было реализовано, я вам покажу наконечный результат и сегодня отберем новые варианты, которые могут оказаться прибыльными и на которые я делаю в свою очередь упор. Давайте сразу перейдем к графикам и посмотрим на то, что я в свою очередь предлагаю. На данный момент открытых позиций нет, в этом месяце закрывал сделку по продаже евро-доллара и новых не открывал, но есть лимитные ордера, которые скорее всего в ближайшее время отработают. Сегодня мы затронем тему лимитных ордеров и посмотрим на те идеи, которые кажутся мне рентабельными и естественно будем их аргументировать. Давайте начнем с валюты непосредственно и постепенно будем двигаться в сторону сырья, посмотрим криптовалюту, доллар-рубль. Индекс доллара не показывает динамики, это синтетика из пяти основных валют, на него сейчас ориентироваться не стоит. С евро-долларом тоже ситуация крайне непредсказуемая, но я в свою очередь готов отрабатывать евро-доллар. В случае динамики в область 1.30, возможно 12.70, идеально конечно отработать ложный пробой и вынос стопов тех, кто попробует шортить. В случае если цена выйдет выше 12.70 и упадет обратно под 12.50, можно будет попробовать открывать короткие позиции, несмотря на наличие локального восходящего тренда. Это будет полностью совпадать с позиционной областью, с влиянием опять же предложения. Если говорить о длинных, то ситуация сложнее и на последнем снижении был интерес в зоне 10.70, 10.20. Но цена не протестировала и повторно структура уже меняется. Хотя, наблюдайте, кто использует фильтры в виде прайс-экшена, VSA, да что угодно, что помогает вам найти точку входа, можете найти зону ориентироваться и смотреть. Пока только так. Если затронуть фунт-доллар, то здесь более интересная ситуация и она связана с простотой восприятия цикличности. Обратите внимание, как цена шла. Она идет тенденциально, есть движение, консолидация, последующее движение. Ретест консолидации был первичный, цена даже давала реакцию. Но мы можем попробовать повторно от нижней границы. Значение цен 28.50, 27.70 это зона входа в длинную позицию. Следовательно, от верхней границы можно покупать за нижнюю границу ставить стоп. Никаких сложностей с этим возникнуть не должно. Доллар-иена. Это та вариация, которую я сейчас на этой неделе отсматриваю как одну из ключевых, но, к сожалению, принять решение довольно сложно. С одной стороны, перспективным вариантом после импульса мог бы быть откат, значительный откат цены. И для этого нужно, чтобы цена снова вернулась ниже 109.50. Если мы увидим цену ниже 109.50, даже ниже 109.70, достаточно упасть под 110, мы можем пробовать открывать короткие. Как только цена упадет ниже 109.70, а еще лучше ниже 109.50, можно пробовать открывать короткие позиции и целиться вплоть на 108 и даже на 107. Что касается длинных, тот вариант, который мы обсуждали недели ранее, двумя неделями ранее, то здесь по-прежнему есть перспективы, учитывая то, что цена торгуется в накоплении над уровнем. А вы знаете, что движение, консолидация движения отрабатывает в изначальную сторону, но слишком большой предшествующий импульс. Это всегда не лучший сценарий для работы. Поэтому пока подождем относительно длинных, ну а короткие я вам уже объяснил. Вот доллар-франк это нечто поинтереснее связано с тем, что здесь, в отличие от доллар-иены, есть четкие зоны позиционирования и можно пробовать сработать непосредственно в разворот, если цена протестирует нужную нам область. Здесь покупки актуальны, начиная с 95.50. Но таким образом будет слишком большой стоп и потенциал мал. Брать такую рисковую идею с потенциалом один к двум не хочется, поэтому мы решили повысить потенциал благодаря понижению точки входа, и следовательно стоп становится меньше. Точка входа 95.20, мы защищены зоной позиционирования, защищены целым и работать пробуем на выносе по стопам. То есть такая вот ситуация. И стоп ниже 94.40. Ну, следовательно, 94.30. Идея хорошая. Потенциалы на 98-98.50. Золото. К металлам. Золото очень и очень перспективно в среднесрочном плане. И для нас самым интересным будет, скорее всего, работа на откате. Мы можем не дождаться его, естественно. Можем дождаться его через несколько месяцев. Но эту идею нужно запомнить, потому что она в перспективе может дать очень хорошее соотношение, и она может быть среднесрочной. 1465-1445. Это зона покупки. Можно начинать раньше. 1480. Но таким образом понижается потенциал движения. Давайте доллар-рубль. Доллар-рубль. Здесь стоит начинать работать только в случае, если цена выйдет за 62. Как только цена выйдет выше 62, смотрите на потенциал движения до 63,5-64. То есть потенциал длинных. По коротким сказать сложно. Короткие и интересные. 63,5-64,5. Но не ранее того. Новозеландец. Очень-очень перспективный на откате. Если дадут откат в зону 64, мы будем пробовать работать. 64-63. Это зона отката по Новозеландцу. Следовательно, любые потенциальные длинные будут отрабатываться. Очень интересно. Доллар-канадец. Давайте, наверное, ставим его в покое, потому что не самый перспективный, как и австралийский доллар. Здесь сложно будет заработать. Еврофунт. Поинтереснее. Тоже пометил себе. Чем интересен? Интересен тем, что есть четкое понимание наличия зоны предложения в районе 86. 0,86. Поэтому, если мы увидим ложные пробои 86, либо закрепление выше 86, мы будем знать с вами, что делать. В случае закрепления выше 0,86, мы будем покупать с целями на 88,50, на 89. Если вдруг мы видим ложный пробой, мы продаем с целью на 83. Все довольно просто. Немножко простудился. Поэтому, ребят, берегите себя. Берегите свое здоровье. Погода крайне непредсказуемая. Дальше. Газ я бы не рекомендовал, как и нефть. Это те сейчас активы, в которых можно потерять много денег. И зачем это? Лучше понемножку зарабатывать, чем много терять. Вы можете работать все, что вы понимаете. Без проблем. Я, в принципе, не рекомендую использовать брифинги, мой анализ, как руководство к действию. Я рекомендую их использовать как возможность перенять опыт, посмотреть на ход мыслей, где-то найти тактики, которые вы сможете использовать в своей торговле. Может быть, внутри дня. Вне зависимости от того, как вы работаете, пробуйте перенимать опыт. Потому что сейчас 95% тех, кто вещает на пространстве, они сами никогда не торговали и не торгуют. То есть, они занимаются только лишь оболваниванием новичков. Поэтому, если есть возможность перенять опыт, вы ей пользуетесь. Но думайте своей головой всегда. Учитесь торговать самостоятельно. Потому что мои брифинги, они не бесконечны. И я не бесконечен. Поэтому думайте сами. Перенимайте опыт, перенимайте модели, но думайте. Фьючерсы на медь. Очень интересно. В принципе, кто торгует CFD, это Коппер. Немножко там отличаются ценовые значения. Потому что спецификация контрактов другая. Но в случае отката к 2.67, 2.62 можно покупать. Если вы торгуете CFD, смотрите, это дневной график. Ищите область накопления перед импульсом. И это область. Верхняя граница точка входа, нижняя граница зона риска. Можно ее дробить пополам. Входить от середины. Риск ставить за границу. Это на случай ретеста. Это очень хорошая идея позиционного плана. И ее можно будет отрабатывать. Надеюсь, что вы все уже успели отдохнуть на праздниках. Приступать к работе пора. Рынок будет до конца января, скорее всего, очень тонким. Это касается и тех, кто торгует акцией. Поэтому я сейчас не рекомендовал бы особо туда смотреть. А после отчетов уже можно будет глянуть и поработать в свою очередь. Подписывайтесь на канал Amarkets. Подписывайтесь на мой канал. Не забывайте поддержать видео комментарием, чтобы все это снималось. Ну и вскоре на моем канале будет презентация сообщества. Я полностью ухожу от обучения, от предоставления услуг. Будет только сообщество. И торговля уже через, наверное, пару недель. Открывается первый инвестиционный счет с довольно крупной суммой, к которому можно будет присоединяться и торговать совместно. Всем спасибо. Всем пока.